добрый день консен петрович добрый день меня слышно хоть вас очень хорошо слышно и видно а картинка какая будь там видно нет да но только она не на весь экран f11 может быть вы имеете ввиду вот это вот вот так да вот так вот очень хорошо и можно начинать да нет еще три минуты мы ждем замечать хотел сообщить вам что позавчера при к вчера приказ вышел на ли они о том что ему присвоить кандидата наук и выписать диплом отлично но одновременно и вас поздравляю да естественно одновременно и на души но тоже вышло это же да но все-таки в основном это твоя заслуга так что я тебя от души поздравляю хорошая работа получилась он успех 0 или и слава богу но это лейтон тонныч она границ получилось да прошу прощения долго вродил наконец пробился здравствуйте здравствуй добрый я принял будем еще минуту ждать или да давайте подождем минуту формально чтобы соблюсти все ритуалы добро юрий анатольевич ты слышишь не откликается но ничего ну а поскольку видеть мы должны только константин петрович и я свой этот самый видеоргий отключу чтобы не мешать ну думаю можем начать хорошо поехали управлять толстым голосом да вот выступает константин петрович ловецкий доцент кафедры на информатике теоретности российского университета дружбы народов он нам расскажет по обзор программного обеспечения по моделированию конструирование оптических покрытий определение оптических свойств толщины оптических покрытий очень интересная тематика очень полезная прошу вас константин петрович спасибо большое просто красивая картинка в начале по поводу там иллюстрация к тому где в том числе тонкие пленки применяются это солнечная батарея на одном из спутников связи и понятно что для качественной работы этих солнечных батарей поглощающее покрытие должно быть аккуратно подогнано подобрана и так далее такие же технологии подбора покрытий они используются и при проектировании плоских экранов и фотоники и в текстильной промышленности в химии биология медицине и так далее я попытался собрать организации список организации составить небольшой кратенький попал тех контор которые занимаются оптическими покрытиями в том числе это например институт общей физики прохорова не оптико-физических измерений рост стандарта лыдкаринский завод оптического стекла гои имени вавилова красногорский завод в них 3 ну и пару институтов это мгту имени и баумана и информационных технологий и оптических покрытий университет и тмо в питере по поводу первых шести мне что-нибудь сказать сложно когда-то очень давно пытался связаться и с лыдкаринским заводом из красногорским заводом и предложить им а программное обеспечение которое мы создавали по поводу расчета тонких пленок и их параметров оптических но там народ никоим образом на это дело не откликнулся статей из первых шести вот этих организаций в мировой литературе которая бы рецензировалась и попадала в скопус если они есть то честно говоря встречаются очень редко и как-то проскальзывают незаметно по поводу бауманского университета можно сказать что это один из вузов которые активно занимаются созданием а в том числе и программного обеспечения и теоретических разработок для всяческих приложений научно-технических вот например одна из диссертаций которая была защищена в бауманском университете это создание высокоскоростного спектра фотометрического метода измерения толщин многослойных пленочных структур а в девятнадцатом году она защищалась что интересно по списку лаборатории мировых на и контор которые занимаются измерениями свойств тонких пленок списки примерно те же самое что я и сам свое время когда-то подбирал и про эти некоторые из этих фирмы сегодня с вами дальше поговорим вот но честно говоря сама по себе диссертация на меня такого особого впечатления не произвела потому что они создали конструкцию как туры в общем то не лучше конструкций которые имеются у компании волом фильм метрикс и других но зато она своя собственная доморощенная работает примерно также быстро если то что написал диссертант соответствует истине ну вот поэтому конечно же она обойдется достаточно дешево для тестирования объектов но сама по себе работа она заточена в основном на измерение толщины материала оптические свойства которого в общем-то заранее известны они измеряют айти о толщину айти о покрытий что такое акуста оптический видеоспектрометр я так до конца и не понял но в общем это насколько я понимаю достаточно шустро работает устройство если кто-то заинтересуется то эта диссертация она выложена в сети во-первых во вторых я ее тоже скачал посмотрел пролистал достаточно быстро так что в случае необходимости можно всегда попытаться разобраться с тем что это такое сам к себе алгоритм который излагается в этой диссертации он кстати с моей точки зрения не очень удачны практически то же самое что делают все остальные организации то есть тем либо иным способом измеряется либо интенсивность падающего отраженного и прошедшего на луча света либо измеряется в основном при применении эллипсометрических устройств либо измеряется угол падение угол отражения и интенсивность отраженного луча но так или иначе в любом случае пытаются подбирая соответствующие параметры мод в данной ситуации подбирая толщину слоев д пытаются выяснить какова же толщина этих нескольких слоев пленочной структуры минимизируя функцию невязки здесь поставленная задача в этой работе она чрезвычайно скажем так некорректно поскольку функция сильно нелинейная имеет множество точек локальных минимума отыскать ту именно точку которая соответствует истине достаточно тяжело применяется довольно много искусственных приемов то есть проводится в работе объяснение попытки регуляризации типа тихоновской но сама по себе реализация чрезвычайно коряво и неудачные поэтому тот выигрыш который получается при измерении падающего отраженного луча прошедшего он во многом теряется при работе численного алгоритма вот следующая организация которая широко известна а в россии это и тмо питерский университет один из пожалуй лучших университет в россии который воспитывает молодых ученых программистов прикладников я напомню когда я был на конференции в швейцарии то из этого университета на самой конференции с докладами выступала более 50 студентов вот один из таких студентов великолепных воспитанников этого университета геннадий короткевич многократный чемпион мира по спортивному программированию последний раз он стал победителем в седьмой раз google code jam в августе двадцатого года ну вот в качестве высокого уровня подготовки этого молодого человека который родом из города гомель так же как и леонида антонович севастьянов вот сейчас он аспирант и тмо и пока его достаточно долго и упорно приглашали на работу в google но пока он решил закончить образование в университете одной из небольших организаций в россии научных организаций которые занимаются тонкими пленками является лаборатория тихонравово в мгу очень высокий уровень статей и уровень алгоритмов проектирования оптических на нам покрытий для всех областей оптического спектра ну даже начиная от рентгеновского и до дальнего инфракрасного они знают умеют и разрабатывают методы решения обратных задач когда необходимо определять параметры тонких пленок и словистых покрытий не всегда как мне кажется они используют всю информацию которую можно добыть при эллипсиметрических измерениях но видимо им хватает и этого то есть в основном они работают на тех алгоритмах которые основаны на эллипсиметрии и по большей части на изучении и применении отраженного света учитывая отражение от верхнего и нижнего слоев тонких плен и границ тонких пленок но при этом они не очень любят работать с прошедшими потоками света то ли не умеют их измерять то ли не очень хорошо умеют моделировать прохождение света сквозь толстые слои подложки их большим успехом и тем фактором который помогает им в работе и по жизни в том числе это участие в совместной работе по развитию новейших технологий с лазерным центром в городе ганновер и вот эта работа и возможность работать на оборудовании которое есть в лазерном центре ганновера и позволяет им и готовить большое количество аспирантов на высоком уровне и использовать высокотехнологическую технику для того чтобы готовить свои работы и поэтому им достаточно просто и писать в большом количестве статьи которые основаны на реальных экспериментах самом лазерном центре в ганновере готовится очень много и в том числе молодых ученых которые пишут кучу диссертаций вот в списке на вчерашний день я просто посмотрел вот верхнюю часть этого списка я вынес на этот сайт и здесь очень интересная тема дизайн эволюэйшин и при кейшин of hydrogel waveguides for optogenetics я так думаю что те кто заинтересован а в работах по опыта было окно по выбрать разного различного типа вот для меня например позвучало совершенно удивительное словосочетание волноводы основанные на прохождении света в геле я думаю что это действительно в медицине может очень активно использоваться могут очень интересная как мне кажется новая область исследования кроме того они обладают очень большими и библиотеки фонда миниатурой техникой и поэтому они и создают и проектируют системы основанные на использовании тонких пленок для спутников телескопов при создании лазеров а занимаются комплексным покрытием слоистых систем использованием рассмотрением различных характеристик оптических покрытий и последнее время очень активно занимается в том числе и с этой группой из мгу контролем процесса покрытия каких-нибудь поверхностей тонкими пленками краткий список статей за многие годы которые появились начиная с работ свеженького тихонравого и трубецкого по нелокальному методу оптимизации многослойных систем и одна из последних работ хотя и в двадцатом году они уже достаточно много выпускали это алгоритмы связанные со спектр с характеризацией экстремальных свойств покрытий написано исаевым литвиненко тихонравовым лукьяненко тихонравом и иголой а честно говоря на меня всегда производила высокое качество их теоретического описания в этих статей однако практическая реализация описанных алгоритмов которые они приводят она честно говоря пытался несколько раз повторять то что они описывают но поскольку слишком много различных тонкостей и нюансов в реализации они обычно опускают то повторить их расчеты чрезвычайно сложным оказалось делаем еще одна группа или не группа ну по крайней мере яковлев которые работает саратовском государственном университете выпустил замечательную книжку несколько лет назад написанную совместно с щегриновым и квоком из университета гонконгского и эта книжка она полная большая толстая полная и классно излагает теорию создание и моделирование моделей создание моделей и моделирование численного основанного на исчислении джонса в первой части излагаются теоретические основы этих этого метода джонса для различных пропускающих отражающих сигнета электрических мод с использованием программного обеспечения которые разработаны в основном яковлевым во второй части книги представлен подробный анализ математических методов приводятся алгоритмы численного моделирования поведения жидкокаристаллических дисплеев и эта работа она хороша еще тем что содержит не только теоретическое описание но и на сайте издательство выложена библиотека программ элем оптикс причем выложен исходный текст на фартране и там имеется набор процедур для расчета оптических характеристик многослойных систем именно на основе на основе подхода джонса на имеется в этом пакете большой пакет примеров программ который с помощью которых можно тестировать и применять и осваивать применением библиотеки и если у кого-то возникает желание погрузиться в эту тематику то в общем-то книжка и пакет программ они вполне могут служить путеводителем в этом мире одна из компаний которая достаточно активно продвигается на рынке работы с тонкими пленками это scientific computing international эта компания но так же как и все остальные которые я про которые я дальше буду чем-нибудь рассказывать они позиционируют себя как лучшая и самая крутая компания в мире а которая работает с тонкими пленками анализирует моделирует проектирует и работает в областях создания полупроводников оптоэлектроники хранения данных дисплеев создания создание микроэлектромеханических систем оптических покрытий и так далее и тому подобное они работают и создали очень большую линейку метрологических систем туда включены и многоугловые спектроскопическая липсометрия и спектрофотометрия и скаттерометрия также полный комплект оборудования которые у них есть он позволяет обслуживать клиентов на протяжении всего жизненного цикла создания продукции от исследований и разработок и тиражировать это все затем вплоть до крупносерийного производства и их оборудование вот одна из лучших машин которые у них есть агрегатов для метрологии это аппарат который носит имя фильм тег 6000 его спецификации здесь выведена таблицу измеряет толщину тонких пленок от нуля ангстрем до 150 микрон точность измерений плюс-минус 1 ангстрем диапазон света от 190 нанометров до 1700 размер пятна которая падает на объект 50 микрон размер примерного скажем объекта который мы пытаемся измерить он от двух миллиметров до 300 миллиметров может быть но и так далее то есть все характеристики они конечно на высшем уровне и например они сравнивают свой детектор с деде с детектором на хама мацию да дима здрасте доклад делаю пока я думал это у меня в какой-нибудь сбой деваков дмитрий позвонил думал меня слышно возможности измерения которые предоставляются этим агрегатом он я так полагаю у них самый совершенный и наиболее дорогой но возможности конечно весьма и весьма обнадеживающие то есть он с помощью этого агрегата можно измерять и вычислять диэлектрическую проницаемость поглощение проверять шероховатость поверхности если тонкая пленка имеет градиент изменяющийся диэлектрической проницаемости то они каким-то образом тоже пытаются его измерить вот и соответственно пакет программ которые они предлагают вместе с этим комплексом и линейка у них таких измерительных устройств она где-то насчитывает порядка 20 разных устройств настроенных на различные потребности но вот пару комплексов программ у них есть которыми они которые они тоже рекламируют и в основном они работают с липсометрическими параметрами то есть с углами падения отражения и работают в основном именно по такой схеме программное обеспечение одно из наиболее богатых по своим возможностям на рынке среди других компаний так что используют они здесь технологию так называемую минимизации функции невязки не дал синтезис то есть игольчатая оптимизация но это примерно то же самое что и любой другой метод поиска минимума локального минимума функции но например мой любимый метод на логерами да он работает даже в некотором смысле лучше возможно оптимизация конструирование тонкослойного покрытия с помощью оптимизации различных параметров например оптимизация а пропускание на каком-то заданном интервале отражение поглощение эллипсометрических параметров изменения на этих интервалах оптической плотности ну и так далее включает некоторое количество различных сочетаний материалов различных моделей и обладает хорошей графикой при выдаче информации не полученных результатов исследований включает в себя некий макро язык этот комплекс напоминающий visual basic что интересно программное обеспечение которое пишет написано в этой фирме и также во многих других фирмах они используют кучу разных моделей пытаясь аппроксимировать зависимость тензор диэлектрической проницаемости или диэлектрической проницаемости однородных пленок с помощью различных моделей вот ну и вот эти модели здесь на этой картинке в табличке я перечислил это модели землеера каши экспоненциальная модель каши ну и так далее друды осциллятора лоренса вот все дело в том что все это достаточно грубое приближение реальных зависимости диэлектрической проницаемости от длины волны к сожалению ни в одном из этих пакетов я так и не встретил активного использования принципа кранерса кроника для решения вот этих задач по определению оптических параметров и дополнительно по определению толщины тонких пленок следующая фирма эта фирма вулан пожалуй она вторая по интересу которых не проявляет публика работающие с тонкими пленками здесь несколько таких заглавных картинок подряд подряд я покажу как я уже говорил каждая фирма объявляет себя мировым лидером в области эллипсометрических измерений создание программного обеспечения в этом направлении вот фирма вулан она не является исключением это схем картинка работы программы и устройства этой фирмы при определении толщины тонких пленок с помощью программного обеспечения комплект из они вот работают по таким областям следующая картинка а она иллюстрирует с их точки зрения алгоритм на определение толщины пленок в принципе они ее считают в зависимости от количества минимумов и максимумов на измеренном интервале и считаю что этого вполне достаточно для того чтобы достаточно точно определять толщину тонких пленок эллипсометр rc2 это одна из последних моделей меня впечатляет вот такие цветные картинки этих эллипсометров они или черно-белые на они действительно поражают воображение и вызывает изумление как можно такие устройства сделать но вот они достаточно в большом количестве изготавливают которые продают и действительно очень хорошо работающая техника для измерений с большим с богатыми возможностями еще одна установка для измерения отражение пропускания которая работает в закрытом помещении закрыты закрывающиеся коробки может вполне работать с толщинами меньше нанометра скорость измерений чрезвычайно высокая в разных точках объектов и естественно что они могут поставлять такие устройства в разных комплектациях для разных нужд с точки зрения самого сайта который создан этой фирмой действительно очень много на этом сайте информации о том что такое эллипсометрия что такое свет как он взаимодействует с различными материалами и так далее и тому подобное поэтому если кто-то захочет проиллюстрировать свои лекции занятия со студентами или свои работы то можно всегда выйти на этот сайт и посмотреть там действительно очень большое количество и страниц с объяснением очень многих полезных вещей и объяснений простых как говорится на пальцах различных световых эффектов и кроме того вот я говорю очень много картинок которые а на значит зависла да за зависла это у констин петровича сейчас я думаю разве снит это это бывает я извини сообщу к константин петрович перезагружается так скажи пожалуйста а свой пакет ты будешь демонстрировать с которым работали по слов деваков молодые люди не знаю ну ладно другой раз добро добро ждем ждем алексей анатольевич ты слышишь да ну как тебе интересно да достаточно что-то новое да хорошо а вот деваков чего-то проигнорировал и как развлечь пока в ожидании блинков ну я вам не было приятно услышать дело в том что яковлева я знаю с 82 года так получилось что мы на в абитурии когда поступали в саратовский университету на физику я на мехмат мы рядом жили и увидели что мы идем в одном направлении и так далее вот и сейчас получилось так что мы живем в одном тоже опять направлении и и очень часто и очень часто я с ним еду на трамвае он едет до конечная от конечных метров 150 200 где я выхожу у нас до восьми университет работает часа и там закрывается все и как раз если задержались то мы все вместе едем и надо что-то обсуждаем пару раз даже семинарили но там вопрос был связан с учительными методами то есть ему давно советовал уходить с фортрана на таскать питон skype айс антифик питон что гораздо удобнее и поддерживать главное и код и скорость выполнения фактической си если все грамотно делать вот и сын его участвовал у него сын молодой достаточно парень вот он сейчас на защиту выходит главное замечание было по-кандидатской на блоке года полтора назад слишком большой объем я хотел сказать что мне было приятно услышать что вы газы смертись хорошо если вдруг кто-то из молодых людей заинтересуется этим направлением мы через тебя выйдем тогда да то так что если что я с ним как бы это самое я знаю где он сидит так сейчас то мы достаточно с ним встречаемся хорошо хорошо а про тихонрава я тогда дополню такую вещь у константин строчек где-то с девяносто четвертого года начинается список публикаций а первая его публикация вышла он тогда был учеником глазка на в соавторстве глазку тихонов тихонравов в живыми в семьдесят четвертом году и там очень внятно все написано а после этого они еще одну не сразу но спустя некоторое время очень интересную статью написали да как раз девяносто третьего года методы методы оптимизации в задачах синтеза многослойных покрытий но семьдесят четвертого года самое самое понятное тогда они еще не глубоко нырнули шли на ощупь и поэтому писали все как для первого класса рекомендую всем прочитать даже для для того чтобы познакомиться как как хорошо писать статьи чтобы читателей было много до чего это константин петрович глубоко идет в нужном направлении все добро добро тогда все в порядке осталось немного виноват по ошибке нажал извини пожалуйста что и название следующего доклада через две недели который состоится уже вывешено на сайте так что можно заранее посмотреть но рассылка будет сделано безусловно это наш товарищ из уфимского университета нефти и газа или нефтехимического синтеза не помню точно как он называется вот а потом будет выступать господин хохлов алексей анатольевич он тоже где-то недели через полторы через две и название и аннотации пришлет нам за все так все так поддержу и бру и 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 Продолжение следует... 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 Они также требуют более сложного подхода к своему моделированию, и поэтому в современном программном обеспечении дополняется еще и к диэлектрической, еще и магнитная ненулевая проницаемость, и кроме того, еще пытаются учитывать и оптическую активность среды. Вот в той статье Полто, про которую я говорил на предыдущем слайде, там как раз все эти матрицы ε, μ, γ и θ, они тоже в его статье присутствуют, и выписаны аккуратно вычисления параметров, вычисления, вернее пропускания и отражения при известных параметрах оптической активности, диэлектрической и магнитной проницаемости. Поэтому в случае желания либо необходимости всегда можно воспользоваться алгоритмом, который там изложен, который отлажен и проверен и работает действительно правильно и аккуратно, и его можно использовать в своих расчетах для моделирования свойств таких сред. На этой картинке снизу написаны представления для параметров при прохождении света с использованием диэлектрической и магнитной проницаемости, и общая картинка справа внизу по поводу того, каким образом это используется и задается эта схема, задаются эти параметры в одной из программ фирмы Вулан. Есть еще на рынке несколько фирм достаточно крутых, которые также позиционируют себя как самые-самые крутые фирмы в мире, и ежели чего-то, мол, обращайтесь к нам. Это фирма Filmetrix, правда ее год назад, два года назад, перекупила компания KLA, американская, видимо, в борьбе с конкурентами. Есть две компании, это FormFactor и Acureon. Это формании компании, которые тоже занимаются работой с тонкими пленками, больше с точки зрения создания измерительных устройств и моделирования и конструирования каких-то гаджетов из этих тонких пленок. Ну и есть еще пару фирм, которые на самом деле, это одна фирма, но, видимо, одна купила другую, и теперь они под обоими своими названиями действуют. А вот это фирмы, которые занимаются нанесением тонких пленок на заданные образцы. Вот, пожалуй, все, что я хотел на сегодня рассказать. Если есть какие-то вопросы, постараюсь ответить. Я прошу прощения, перед тем, как будут вопросы, я бы хотел сказать, что Константин Петрович лет 15 назад, по-моему, вместе с ПАУК, что Полто и несколькими другими ребятами разработал комплекс измерительно-вычислительный. И тогда он был, по-моему, первый такой завершенный универсальный комплекс MorphoVision. Ну да, первый комплекс, который решал обратную задачу по определению диэлектрической проницаемости. Это верно. Это было фирме по проектированию и изготовлению жидкокристаллических пленок для дисплеев разного рода назначения. Так что Константин Петрович пионер или первопроходит в этой области, не просто пересказывает. Почему-то молчание. Видимо, всем все поражены, все поражены. Обилием фирмы и решений. Да, Константин Петрович, покуда ты отсутствовал, перезагружался, вот Блинков Юрий Анатольевич сказал, что вот этот самый Яковлев, на которого ты ссылался, его товарищ, сосед и они вместе начинали учебу в аспирантуре в свои годы. А господин Чегринов, возможно, ты помнишь, когда-то его Коля Хохлов приводил, когда он работал еще вместе с Панфиловичем в этой самой фирме по производству жидкокристаллических каких-то там устройств и покрытий в Подмосковье. Понятно. Я с Яковлевым списывался как-то несколько, ну, пару-тройку лет назад, интересовался его работой, его статьями, вот, и поэтому, ну, с ним знаком вот так вот по переписке. Покистолярно. Да, но книжка, которую я посмотрел, она, конечно, замечательно, могучая, и когда-то давным-давно мы тоже мечтали написать что-то вот такое, но руки не дотянулись, а он, конечно, сделал фантастическую работу, вот, и действительно она очень хороша и полно все описывает, поэтому я ее с удовольствием и рекламирую. А где-то есть доступ к полнотекстовому варианту? Ну, у меня на компьютере есть. Так что продавай доступ частями. Да, так что ежели кто-то заинтересуется и будет изучать, то могу выслать. Это Блинков Юрий Анатольевич. Ну, я могу сказать, что, Леонид Антонович, я его поправлю, это мы когда были абитуриентами, то есть поступали в ВУЗ. А, не в аспирантуру, а в университете. Да, да, просто жили рядом, и поэтому, вот, вот, а так мы с ним иногда в месяц два-три раза встречаемся, иногда там раз в два месяца, ну, как повезет. Но я могу сказать, что он достаточно работает там в одиночестве, я, насколько понимаю, я, конечно, плохо там разбираюсь среди физиков, как взаимоотношения, но, так сказать, как бы внутри кафедры Тучина его не особо любят, как бы вот с Яковлева, то есть он там делает доклады, они как бы, у них своя тематика, он идет, так сказать, перпендикулярным курсом, получается, вот, вот, в общем, такие, в общем, дела. И, как бы, вот, тут такое есть, у нас любят большие направления, там целый коллектив работает, а люди, которые работают, так сказать, чуть в другом направлении или как-то, это как-то не особо приветствуется, ну, и это как-то исторически у нас сложилось еще со старых времен, поскольку у нас, как получил Саратовский госуниверситет, то есть было очень много людей, которые приехали, это, в 30-х годах, и потом они все в МГУ, а потом получилось, что ЛГУ эвакуировали тоже в Саратовский госуниверситет во время войны, и опять связи остались, и как-то вот... Вайнштейн оттуда, да? Про Вайнштейна ничего не могу сказать. Вот, а так это очень много было. Курыш, например, у нас года 3-4 работал, вот, ну, очень много, и механиков, вот, с чем я, как бы, был связан по своему образованию, это показывает газовые механики, динамики, то это вот, это ЛГУ и МГУ, вот, это были. Но потом, конечно, связи, и люди умерли уже, и связи начали, естественно, рушиться все. Да, возраст берет с вами, согласен. Наши, Восконстантин, в прочем, возраст уже начинает. Я бы сказал, циклы, как в этом идут экономисты, у них циклы, там, когда надо... Кондракиза. Да, да, так и оказывается в науке, они таким же образом присутствуют, просто нарушаются связи, и уже люди не понимают уже друг друга, там особенно дают свои собственные определения, и так далее, и так далее. И начинается раздвоение, расстроение, и так далее. Рождается новая жизнь, и возникает новая цивилизация. Нет, это как у Паули. Новые идеи приходят, потому что носители старых вымирают, а молодые привыкли к новым, и не считают их как что-то новое. Кстати, Юрий Анатольевич через некоторое время тоже сделает у нас доклад, я убежден в этом. Несомненно, и, наверное... Твои документы уже находятся в научном направлении на подписи. Где-то через неделю должны дойти до отдела кадров. У нас все медлительно движется, достаточно. Ну, спасибо, я, так сказать, с большим удовольствием сделаю доклад. Вот, постараюсь, чтобы это всем было интересно. А теперь я у Константина Петровича хочу спросить. Может, мы и Яковлева попросим выступить у нас с его результатами? Ну, можно попробовать. Я думаю, он согласится. Поскольку он такой человек, я же говорю, он находится в некоторой изоляции, вот. Мне как бы с ним общаться все-таки мы совершенно разными вещами занимаемся, поэтому тяжело, так сказать, общий язык. Единственное, что мы общались, как все можно было лучше, эффективнее запрограммировать, как все было лучше посчитать, чтобы было удобнее поддерживать все эти пакеты, изменения вносить, ошибки находить и так далее. Ну, это технологические. Технологические, да. Мы вот на этой почве с ним общались. Естественно, я, так сказать, был приятно удивлен докладе, что о нем такие хорошие отзывы. Вот. Но то, что элемент непонимания там присутствуют некоторые, то это как бы это и есть. У нас добавок там на физике были моменты, почковались кафедры, как эти, как грибы после дождя. Там было три кафедры оптики, например. Да. Вот, доходило до этого. В центре, да. Вот. Поэтому, так сказать, тут я попробую с ним, если вы меня уполномачиваете, как сказал Гусев, когда летел к Марсу, а Элита, знаете, книга, вы мне, говорит, уполномачиваете, передать ей Энтим привет на Марсе, пролетарский какой-то, я не знаю, не помню. Я попробую с ним переговорить. Дмитрий Сергеевич, одобряешь? Несомненно, несомненно. Только мы пока еще, если позволишь, не будем конкретно о дате говорить, вопрос только, либо он до лета, либо после лета. Если он согласен до лета, тогда мы будем уже более конкретно договариваться о дате. Хорошо, Юрий Анатольевич? Хорошо, ну, у меня как раз будет время его поймать, поскольку надо учитывать, из-за коронавируса все у нас нерегулярная жизнь, поэтому тут как получится. И вдобавок, там, где он сидел, у нас этот корпус сейчас под ремонтом стоит, и у них, у нас три факультета физических объединили в один, то есть обратно произошла трансформация. У вас только три кафедры оптики, у вас еще три факультета. Нет, три факультета, три кафедры оптики уже не существуют, они где-то вот существовали, где-то, например, там, 97-й, так вот, 2001-й, 2-й, а потом все равно укрупнились. То есть была тенденция, раз есть кафедра, то дадут группу, в которой можно вести специализацию, тут элементы нагрузки, выживаемости и так далее. Вот, а в данный момент получилось обратное, потому что много дублей, когда аттестация в ВУЗ проходит раз в 5 лет, все говорят, что там целые специальности одни и те же, но на разных факультетах. Вот, и в результате у нас три факультета физических, это физические факультеты, которые все отпочковывались, нелинейных процессов от Трубецкого, вот, который, не знаю, знаете, не знаете, он умер у нас сколько уже, получается, полтора года назад. Вот его связь с этим самым, с Тихонравом работал. Вот, а вот он, я услышал фамилию, но я так понимаю, что это не его тематика, естественно. Вот, я его видел последний раз, 2019 год, декабрь. Вот, я помню, я ездил в Ульяновск и передавал привет от того бывшего ректора, президента, там, Ульяновского госуниверситета, вот, а он как раз представитель Совета, на котором защита была, а я, понятно. Для молодых людей Трубецкого был ректором Саратовского госуниверситета. Да, и членкором. Вот, сейчас у нас членкором стал Тучин. Тучин? Да, Тучин стал членкором, вот, где-то с год назад. Надо будет передать поздравления через... Вот, но он не ходит на работу, вот, как ковид объявили, он только общается, так сказать, через интернет, вот. Хотя основные сотрудники, все, которые там не то 65+, а 75+, все ходят на работу. Как пилитки ходят. А может, надоело сидеть дома, и там вот люди, либо кто боится, кто наплевал на все, они все равно идут. Вот, такие. Занятия им запрещено проводить, только дистанционно. А вот... Ну, посещать можно. Посещать можно, да. Но не рекомендуется, поскольку милиция иногда заходит и проверяет. Ясно. А вдруг вы ввели занятия? Да, вопреки запретам. И, в общем, объединили, вот, как раз с этого семестра, вот, с 8 февраля, три факультета и нано-тара-тата, не помню, нано-этих, их объединили, вот, три факультета, и там, как всегда, пертурбации начались, с объединением площадей, как это, оптимизацией площадей и так далее, с пищечным составом. И открыли у нас факультет новый, который медицинской физики. Там будет медицинская физика, медицинская кибернетика, медицинская, то ли биомедицинская, что-то еще. Три специальности каких-то. Ну, Тучин же как раз по этому поводу, что это там. Ну, Тучин все равно остается на физфаке, но лаборатории и оборудование, он, когда все факультеты на Большом ученом совете, он все время выступал с обширными докладами планов. Там, громадер, мы купим такое оборудование, мы его так будем все использовать, мы такие-то журналы откроем, мы так-так сделаем. Предлагал всех участвовать в разработке этих рабочих программ, поскольку надо их всех выложить, чтобы, так сказать, специальности нам разрешили такие вот. И, в общем, с 1 сентября будет первый прием. Там две группы, по-моему, по 25 человек. Что-то такое, вот, 50 человек они прогнозируют. Ну, смежные специальности всегда сложные. Вот биофизика всегда на двух факультетах в МГУ была. Одно время даже третью капиталу пытались открыть биофизики. Ну, вот Тучина совет... Тучина совет, да. Тучина совет, прошел при регистрации, если кому интересно. Там биофизика одна специальность, а вторая, по-моему, оптика. Я вот могу наврать, но, по-моему, вот эти специальности. И он произошел при регистрации вот буквально летом этим. То есть уже были, пара защит была уже, вот я просто... Поскольку они надо мной сидят, я в подвале, а они надо мной выше. Я как бы так вот с частью сотрудников очень тесно общаюсь. Я просто рассказывал, что оформлял документы, как зампредседатель. Там что-то подписывал и делал. Есть, но я думаю, это уже не для всех интересный разговор. Очень интересный, но не для всех. Спасибо большое. Есть ли вопросы к докладчику у молодых участников семинара? Я хоть уже не молодой, но у меня нет. Да, ты молодой, ты очень молодой. Тебе еще 50 лет. Я серьезно говорю, это очень хороший возраст. Творческие и зрелые. Спасибо большое. Если можно, значит, молодые все могут потихоньку отключаться. У меня вопрос к Михаилу Дмитриевичу. С ответом Дмитрия Сергеевича ты понял все понятно или нужно обсудить дополнительно? Хотелось бы обсудить, тем более, что...